Антоний Эдуардович, рад вас приветствовать. Мы в очередной раз приехали к вам в гости в Республику Беларусь, в город Минск. И сейчас мы находимся... А откуда вы приехали? Мы приехали из Одессы, из побережья Жемчужинного моря, как многие знают. Проделали такой немаленький путь. И рады вас видеть в полном здравии, в полном таком боевом, хорошем смысле настроении. И хотел бы нашу встречу начать с такой знаменательной даты, которая состоялась в вашей жизни. Буквально вот неделю назад, 16 апреля, вам исполнилось 72 года. Я с вами достаточно долго, давно и, так скажем, часто общаюсь. И вижу, что вы человек, мужчина, который далеко чувствует себя не на 72 года. Что вам помогает оставаться вот таким энергичным, продуктивным, результативным человеком, как для многих может показаться в таком уже очень сильно взрослом возрасте, в 72 года? И чувствуете ли вы себя на 72? Добрый день. Нет, конечно, я не чувствую себя на 72 года. Ну, что помогает мне быть в активной форме, я тренирую свою главную мышцу, мозг. То есть я думаю все время, я работаю все время, у меня нет ни выходных, ни праздников, ни ночи. Я просыпаюсь, у меня мозг работает, я все думаю о решениях. Как улучшить там анковную опору, или подбернуть состав, или аэродинамику, или как сделать там космический грунт, вот я могу там пару слов сказать о нем. Или как вот вынести индустрию в космос, и как построить линейные города, и как оптимизировать земледелие там, и как получить гумус, на котором будут расти почвы. Не просто получить, а какая технология, да не учить, да? Я не могу долго думать об одном и том же. Поэтому, а еще Кармас, по-моему, говорит, что я отдыхаю, когда, ну, делай другую работу. Поэтому, поскольку я все время переключаюсь, то я фактически-то и не работаю, не нагружаюсь. Потому что, если я от чего-то устаю, какой-то мысли, я перейду на другое, и она новая. И дает снова силы, бодрость, надо ее найти это решение, да? Ну, еще и физическое нарушение, я никогда здоровьем, кстати, не отличался. Ну, как видите, я вот, мне уже 72 года, и я чувствую себя лучше, чем 40 лет назад. Вот, наверное, та причина. И именно тогда вот я занялся вот этой проблематикой. И первую книгу вот тогда стал писать, вот, «Струнная транспортная система на Земле в космосе». И я назвал именно «Струнная», потому что «Струна» — это преднапряженная конструкция. И поэтому, вот, собственно, бренд технологий пошел от, с тех времен, «Струнный транспорт Юницкого». Это изначально бренд был, и он продолжается, ну, и сейчас, потому что мы находимся в офисе компании, которая называется «Струнная технология» у Ленинского. А по-английски, на английском, «Струнная технология» — «ЕОСТ». Это тот бренд, который сейчас максимально сильно масштабируется? Ну, он был всегда, он, да, он всегда и был. В промежутке были разные бренды, но они торговые, они не технологические. То есть это, ну, как автомобиль, ну, там, «Форд» может иметь автомобиль разной модели, имеет разное название, да, ничего страшного. Технологии-то автомобили производства «Форда», но у «Кадо» еще может быть... Абсолютно. Ну, «Кадо» модели может быть в своем индивидуальном зоне. Поэтому «Скайвэй» — это было, ну, одно из торговых названий, его больше всего использовали как раз в «Кадо» инвестинге, но оно там и остается, и работает. Хотя это, в общем-то, по большому счету, инвестиции привлекались не в «Скайвэй», а в «ЕОСТ» — «Струнный транспорт Юницкий». Который включает в себя не только «Небесную дорогу». Да. Ну, здесь «Струнные технологии» шире, там есть и «Струнные мосты», и «Струнное вакуумное стекло», там «Струнные взлетно-посадочные полосы» и вообще «Планетальное транспортное средство», которое вот обеспечит вынесение земной индустрии в космос, это тоже «Струнная система», потому что эта конструкция преднапряженная. Ну, представьте, длина кольца в акваторе 40 тысяч километров, а диаметр 2-3 метра. Ну, вы разделите, один там 20 миллионов. Это паутинка на фоне небоскробы. Вот такие масштабы. И если эту паутинку не натянем, она же потеряет устойчивое. Потом эта конструкция тоже преднапряженная, и поэтому она и может выйти в космос, не потеряв вот эту идеальную форму круга, и выполнить ту задачу, которая перенестоит. И, собственно, с этого-то я и начинал и «Струнная система» изобретать. Вот именно с этого. То есть сначала я где-то в школе, вот с 109-х годов мне пришла идея вообще «Планетальное транспортное средство», и потом от нее уже отпочковалась «Струнная система», которая известна с КВЭТом или «Струнный транспорт Юницкого», как модифицированная эстакада. Просто я эстакаду упустил, сел его к рельсу струнному, и материаломка эстакады, с которой должна стартовать эта система. – Взлетно-посадочная. – Да, это взлетно-посадочная. Полоса эстакада. Я просто снабил его рельсами специальной конструкции и пустил юнимобиль, электромобиль на остальных колесах. Так вот и рельсы струнно-транспортные. Как побочный продукт от более глобального проекта. – Антон Эдуардович, я хотел бы воспользоваться случаем и от многих сторонников того, чем вы занимаетесь, того, что вы делаете, зачитать поздравления, которые были озвучены десятками, даже сотнями людей, которые ценят ваш труд, любят вас как человека, как инженера, и как человека, который, по сути, действительно сейчас стремится к тому, чтобы изменить человечество к лучшему. Я зачитаю буквально несколько таких поздравлений от наших партнеров. Наталья Шевченко написала в одной из социальных сетей такие поздравления. «Наше поздравление, дорогой и любимый наш инженер, профессор, академик, изобретатель. У вас много регалий, все не упомнишь. Здоровья вам, сил, свершения всех ваших мечт, никакая сила не остановит человека, если он упорно идет вперед к мечте. А мечта у него одна – улучшить качество жизни людей на земле. Пусть будут здоровы и счастливы ваши родные и близкие люди. Пусть успех и удача везде сопутствуют вам. С днем рождения вас, Анатолий Эдуардович». Гульнара Ниязова написала. «От всей души присоединяемся к замечательным поздравлениям. Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни. Пусть вселенная помогает во всех ваших бравых делах. Мы вас очень уважаем и ценим. Благодарим вас за то, что вы есть. Мы с вами». И таких поздравлений на самом деле их сотня прозвучало во многих социальных сетях. Более того, я уверен, что и тысячи людей, которые знают о вашей дате рождения, в этот день поздравляли вас. Спасибо за поздравление. Здесь это было много. Это в основном наши инвесторы. И только благодаря им, собственно, я делаю то, что мы имеем здесь. И сейчас я же нахожусь в своем кабинете, где проходят совещания, встречи, переговоры. В нашем здании. Вот об этом поподробнее хотелось бы. В нашем здании, да. Потому что мы в прошлый раз были полгода назад и увидели изменения, которые произошли в целом, так скажем, в компании. И когда в 2020 году компания переехала в собственное новое здание с гораздо большей площадью для комфортных условий той команды, которую вы создали, и в прошлый раз не было такого замечательного кабинета. Когда мы были, я помню, он только готовился, и я увидел ряд изменений, которых не было в предыдущем кабинете, в предыдущем офисе. Вот на заднем фоне я обратил внимание, очень красивые живые растения находятся. Но я так понимаю, они не только для эстетического удовольствия. Здесь есть какой-то уверенный, есть какой-то еще смысл. Есть, конечно. Но я еще хочу про здание досказать. Это девятиэтажное здание площадью более 10 тысяч квадратных метров. Это наш офис. При этом здесь находится наша главная инжинированная компания, вот ЮСТ, Юническая Странтехнология. Но владелец этого здания и другой недвижимости, у нас вообще 36 зданий и сооружений. 36. Да. Поменьше, чем эти, но все равно серьезное здание сооружений в нескольких странах. Ими владеют наши инвесторы. Ну, я как тоже соинвестор, как главный инвестор тоже освободились. Поэтому это наша общая собственность, которая припятена за те инвестиции, которые инвесторы вложили в технологию. При этом, если взять 15 этапов, которые, собственно, сейчас выполняются, там не было, что здания будут собственности. А сейчас у нас 36 зданий и сооружений. Да, впечатляет. В собственности, да. И предусмотрена материнская компания, куда все наши инвесторы. Я правильно понимаю, что, по сути, от размера инвестиций, которые были от всех инвесторов, вот в зависимости от того, сколько, так скажем, человек владеет долями компании, по сути, в какой-то степени он владеет сантиметрами или метрами той или иной недвижимости. В том числе и квадратными метрами. И квадратными метрами. И когда дороги будут строиться, то тоже, естественно, да. Но это будет все зависеть от капитализации, естественно. А мы уже на это выходим. А здесь это космический грунт. Это когда, вот представьте, мы вынесли индустрию в космос. Заводы, фабрики, электростанции, их же надо обслуживать. Пусть меньше, чем на земле, там будет роботизация, автоматизация, механизация и так далее. Искусственный интеллект там будет, естественно, тоже работать. Но и люди тоже должны обслуживать. И если даже будет там одна сотая процента всего лишь населения обслуживать, так это миллион человек. Ну, тогда где-то 10 миллиардов будет человек, но это миллион человек. А где жить, как жить? Поэтому там должны быть сотные условия, для проживания, которые, ну, не хуже, чем на планете, на нашем родном доме. И поэтому разработана, ну, у меня есть еще одна компания с инженерной технологией, которую я финансирую, потому что инвесторы на это деньги не дают, это я уже из тех, что я зарабатываю, денег я... Это исключительно связано со Spaceway? Да, это Spaceway, но это то, что изначально я уже больше 50 лет этим занимаюсь. И тогда... То, с чего вы начали, как вы... Тогда я один финансировал и сейчас, потому что я не могу приглашать инвесторов или деньги, эти инвестиции, что даются в странный транспорт, направлять сюда, это будет нецелевой использование. Нецелевой использование, Хотя там ограниченные возможности у меня, ограниченные финансированные, мы делаем очень много, очень много. Сейчас уже проводим чего-то конференцию в этом году, международную. И в рамках вот этих работ в основном инженерных технологиях мы в том числе проработали концепцию экокосмодомов. Когда в космосе... Ну, представьте, космический дом где-то размером так, метров 500 километров. Это цилиндр. Или тор. Или шар, который вращается вокруг оси, поэтому там возникает центробежная сила, и можно насыпать слои почвы внутри. То есть полностью по всему... Полностью, да. И поэтому мы будем как бы жить не на земле, а изнутри земли. Изнутри. Кстати, есть... Ну, есть же теория, что плоскость земля, но есть же чудиков много. Много. Так есть чудик, который говорит, что на самом деле земля там полая, и там тоже живут. Даже есть фильмы об этом, да? Да. Так вот представьте, космотом вот такой, да? И там вот врачи сады, лужайки будут, ручьи течь, птички, животные, и люди будут жить. Ну, дома, конечно, которые будут другими, и там будет микроклимат оптимальный для нас это субтропики, да? где, когда круглый год тепло и в районе там 20 градусов, чуть меньше, чуть больше. Комфортная температура, да? Это оптимальная для нас комфортная, влажность и так далее. Но космические эти дома, они уязвимы, и любой космический аппарат, он очень уязвим. Вообще это... Даже те аппараты, что летают, да? Там МКС, допустим, космическая станция, это как чайник, толщина стенки, там, несущая, порядка миллиметра. Это, ну, как у чайника. Всего-навсего, да. Чайник. Капли воды при скорости 20 км в секунду, ну, как вот, микрометирит, прошивают это насквозь, все оборудование пробивают насквозь, и все погибнут. Поэтому просто везешь, что ничего пока крупного ни разу не ударило. А печинки маленькие, ну, они-то царапают, ну, тоже могут пробить, если там будет, допустим, миллиметровая песчинка, она пробит тоже насквозь. Но есть же метеориты и покрупнее. Конечно. Да, и поэтому, чтобы задержать удар метеорита размером с угонный мяч, ну, очень редко такой метеорит бывает, но он бывает. Ну, или гаечный ключ, там, случайно, на орбите, или, там, я не знаю, кто-то тоже что-то выбросил, там, что-то летает. А любые другие предметы? Ну, предметы. Которые хаотично в космосе могут находиться. Да, дело в том, что там можно даже пакет с мусором выбросить, и при скорости 8 км в секунду пакет мусора будет сильнее, чем снаряд весом тонн, обычный снаряд, удар будет сильнее быть. Поэтому должна быть толщина, чтобы не пробило, потому что, когда идет удар, то усилие вот так расстреляется, нужна толщина. и вот самая хорошая такая защита, это так, ну, почва, грунт, она же все равно нужна, почва, да, чтобы растения росли, деревья. И это, по сути, природный такой слой защиты. Мы же не можем в горшках выращивать сады, это же смешно. И поэтому мы можем мощный слой почвы, но она достаточно тяжелая. Где-то в среднем почва, типа чернозема, весит полторы тонны, кубические нет. Ну, в общем-то, тяжеловато, будет туда дороговато доставлять. Поэтому почва еще должна быть легкой для этих условий. Поэтому я разработал космический грунт, где легкая минеральная часть, спиненный минерал, и поры заполнены гумусом, который мы же сами производим. Это эдликтовый гумус, сделанный из угля бурого или сланцев. А бурый уголь – это бывшее дерево, которое росло несколько сот миллионов лет назад, которое превратилось в уголь. А это бывшее дерево – это же бывшая почва, которое для… Это дерево для жизни сделало все из почвы, всю таблицу Менделеева, так? Поэтому в буром угле есть все необходимые элементы для жизни. В нашем теле где-то работают 86 химических элементов. Даже мышьяк нужен нам, и сульма там, и какие-то такие, да? Ртуть, ну, микроскописты. Микродозы. Микродозы, да. Главное количество, не переборщицкое количество, да? И поэтому здесь тоже все есть для питания растений. И вот эта почва, она весит где-то 500 килограмм на куб. Теразоличие. 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 И она богаче, чем чернозем. Вот украинский чернозем, эта почва получила. Побогаче. Поплодороднее. Поплодороднее, да. И поэтому здесь посажены тоже посажены стоптерпические растения. Они разные. Лимоны, апельсины. Там даже банан есть. Я на обед хожу, я тестирую. Я не тот сапожник, который щет сапоги и продает, а сам ходит... Без сапог. Нет, в других, потому что знаю, что они плохие. И они порвутся, да. Я на тебе тестирую. Поэтому я на обед беру перец и в обед всегда печень. Это мята. Я свидетель этому. Это мята. Это мята. Она очень полезная, целебная. Попробуй. Я пью... Очень ароматная. Я в чай добавляю мяту. А то другие травы целебные, которые тоже в чае едут. Тут уже и вот здесь лимоны. Вот они, лимончики. И много цветов. Ну, сейчас... Какого размера они будут? Ну, вот такие где-то. А полноценный лимон? Нет, полноценный лимон, да. И бананы. Правда, бананы будут такие маленькие, они самые ценные. Это карликовые бананы, да? Обязательно. И еще другие цветы русовым посадим. Нужно будет снять и продегустировать. А это, посмотри, какой красивый. Это лавровый лист. Можно вот... Это ингредиент в любом блюде. Больше, чем украинский. Однозначно. Могу дать листик сваришь. Да? Да, давайте. Ты посмотри, как он пахнет. Парапронюшка. Очень ароматный. Да, да. Поэтому здесь идет эксперимент. И я это делаю с онлайн. Я люблю жизнь. Я люблю растения, живот, живой мир. Там птички, вот селтичек. Они там слышно. Вы меня буквально на секунду опередили. Да, да. Вы когда сказали про космодом, что в нем должно быть все то, что по сути есть у нас на Земле, чтобы и... Все только это. Ничего не должно быть искусственным. Ну вот ваш кабинет, это такой прототип того, то, что будет в космической станции. Какие-то элементы. Элементы. И здесь идет эксперимент. Антоний Эдуардович, в 2014 году, когда вы обращались к людям через интернет, вы сказали в одном из, так скажем, векторов развития, когда ваша технология будет сертифицирована, она перейдет из разряда инновационного проекта в разряд инвестиционный проект. На ваш взгляд, мы достигли той стадии, когда часть ваших разработок могут уже считаться полноценными инвестиционными направлениями? Да, конечно. Мы уже в стадию инвестиционного проекта перешли, ну, сама технология, да. И часто говорят, а где же, где же вот там типа проекты адресные. Ну, считай, у нас пять трасс построено уже в экотехнопарке в Беларуси. Здесь, в Мариногорке. Да, две еще строятся для тяжелых машин. Одна трасса в Эмиратах построена, тестовая, и две трассы строятся длиной по 20 мгм. Но это же не модельки, это же не примерно и не с пенопластом мы сделали. Это все один в один. Это уже, по сути, по настоящему промышленный образцу. Конечно, это продукт, промышленный продукт, поэтому эта стадия уже наступила, да. И тем более, что мы уже пять машин сертифицировали. И мы сделали 12 моделей, причем совершенно разных. Вот часто говорят, вот там, Веломас, там, сделай там модели две или три электромобиля. Но мы это сделали не 12 моделей. Спроектировали. За такое короткое время. Да. И на своем производстве, которое создали с нуля, не имея поддержки, кроме от инвесторов, ведь мы не имеем поддержку до сих пор, да, ни от кого, кроме от инвесторов. Наоборот, нас пытаются сдерживать, мешать и так далее. И вот в этих условиях мы работаем, да. Создали мощное производство. Оснастили самым современным оборудованием, там, станки пятикоординатные, семикоординатные станки, стоимостью почти по миллиону долларов. Такого оборудования нет ни в одном предприятии, вот такого набора оборудования нет ни в одном предприятии Беларуси. Это неоднократно замечали гости, которые приезжали. И это тоже наше производство, им владеют наши же инвесторы. Совладеют. Это тоже, да. Это, я сказал, что 36 зданий сооружения, одно из них – это вот наша… – Производственная площадь. – Да, да, достаточно большая производственная площадь с достаточно большим, сложным, дорогим оборудованием, высокотехнологичным. И поэтому… – Вот эту ступень мы преодолели. – Преодолели. Преодолели. Более того, я просто, ну, всего того, что мы подписали договор о кондициональности, я не могу говорить, там, страны или… – Регионы. – Регионы или какие проекты, но мы уже и по проектам работаем. И уже первые этапы адресных проектов, вот, по документам, по работе, ну, уже, ну, это так происходит. Поэтому в этом году уже однозначно мы объявим о нескольких адресных проектах в этом году, которые мы уже реализуем. Не вот хотим реализовать, а мы уже реализуем. – Это очень хорошая новость, Анатолий Эдуардович. Я хотел бы уточнить, вот мы в начале беседы говорили за бренд UST, за бренд Skyway. Правильно ли я понимаю, что вот этот этап, когда компания уже переходит в коммерческую плоскость, вот с этим и связана полноценная, так скажем, техническая формулировка того, чем занимается инженеринговая компания. Unitsky String Technologies. Другими словами, компания все это время и была, по сути, струнными технологиями, так? И для того, чтобы правильно… – Надо понимать разницу между технологией и торговым названием, брендом и так далее. – Торговая марка, да. – Ну, вот, например, я, Unitsky Анатолий. Unitsky фамилии – это же основа, а имя Анатолий. То есть, как бы, корневая вот часть какого-то бренда, а есть, ну, вспомогательная, да. Корневая, струнный транспорт, Unitsky. Он был и остается. – На протяжении всех сорока лет? – А это, ну, как одно из имен. Это, ну, то есть не надо к этому привязываться, потому что Skyway – это торговая марка определенного продукта на определенном этапе развития всего лишь. А в основе этого лежит технология, которая струнная технология Unitsky. – Я бы так сказал, Skyway – это более такое символическое название того, что представляет собой струнный транспорт. Skyway – небесная дорога. А вот если перейти в инженерную и коммерческую плоскость, струнные технологии Unitsky, которые профильно говорят о том, чем занимается инжиниринговая компания. – Такое коренное название, коренное, оно более мощное. – Фундаментальнее. – Более фундаментально. Почему? Потому что если по-английски Unitsky, Unitsky, да? – Так. – Unitsky – объединяющий, Sky – небо, T – транспорт. Объединяющий небо через транспорт, но уже куда фундаментальнее. – Согласен. – Так как струнные технологии Unitsky, они как раз больше информации несут, а самой технологии, да, ее уже не спутаешь ни с кем. А вот Skyway часто нам прислали, вот, а мы видели отель Skyway, это не ваш отель? Ой, а там весь авиакомпания называется Skyway, это не ваша авиакомпания? – Вода. – Да, вода есть там, какие-то строительные компании и так далее. И приходится, да нет, это просто совпадение, да? – Однозначно. – А у струнной технологии Unitsky есть еще другие технологии, кроме вот этой, в которой инвесторы вкладывают деньги? Назовите хоть одну с таким названием. – Таких нет? – Нет. – Нет и не будет. – Поэтому мы, это основа бренда, новая остается, мы в основном сейчас его продвигаем, в том числе и за рубежом. – Я хотел бы еще задать вам такой вопрос, который касается отношения инноваций, отношения к инновациям, так скажем, внешнего общества. Буквально недавно со своим коллегой, с Дмитрием Слюсаром мы обсуждали то, как в мире в целом на протяжении всей истории относятся к инновациям. И вот Дима мне сказал такую фразу, говорит, Максим, почему мы удивляемся, когда, так скажем, мир не воспринимает что-то новое? Говорит, вспомни фильм, мы все его смотрели, это советская классика, фильм Леонида Гайдая, Иван Васильевич меняет профессию. И помните, Анатолий Эдуардович, там была такая фраза, когда Иоанн Грозный говорит о изобретателе, который придумал там изобретение, говорит, а я его на бочку с порохом, пущай, полетает. И это вот на самом деле вот такое прямое отношение или показатель того, как действительно относились и раньше, и по сути сейчас также относятся к изобретателям. – Человек не изменился. – Человек не изменился. – Человек, по сути, консервативен. Это нормально, кстати, и поэтому иначе бы, знаете, только бегали бы, что-то новое внедряли, вообще бы все исчезло потом, все бы… – Сто процентов. – Вообще непонятно, что. Поэтому в консерватизме есть тоже полезное, сохранить то, что наработано до этого, а не растерять, да? И сейчас, кстати, вот в мире происходят события, которые мы можем вообще перечеркнуть цивилизацию, которая была, а новое не создание. Сейчас вот такие эти процессы, и коронавирус показал, скрыл многие процессы. – Да, это хороший маркер был такой. – Это очень опасно, да, забыть прошлое и давай все по-другому переделаем. Поэтому я к консерватизму отношусь спокойно, на самом деле. Хотя это больно, обидно. Особенно тому, кого на бочку посадили. А на бочке мне не один раз приходилось летать, да. И не в одной стране, кстати, так. Ну, слава богу, что долетал благополучно от другого места и там приземлялся, так. – Анатолий Иванович, ну вот в связи с тем, что произошло такое, так скажем, такое развитие вашей технологии, и вот отношение к вашим инновациям в мире или в разных странах, к примеру, пять лет назад и сейчас. Чувствуете ли вы изменения в лучшую сторону к тому, чем вы делаете, к тому, чем вы занимаетесь? – Нет, ко мне и технологии. – К вам и технологии. – Нет, безусловно. – И поэтому… – Произошла ли вот такая метаморхоза в лучшую сторону? – …сожгли на костре, ну, кто за ним последовал, их не жглиже, а наоборот сейчас вспоминают, что они там великие, выдающиеся ученые, да. Естественно, стадию, когда мы не верим, этого не может быть, мы уже эту стадию прошли. Ну, как ты не веришь, если бы… – Да, есть неостримые факты. – Вот стоит первая машина наша. В семнадцатом году она поехала, четыре года назад, да. При этом мы получили скорость на не сто три кмитра в час. Реально получили на испытаниях, да. – Это все зафиксировано. – И эта машина, если сравнить, допустим, с обычным электромобилем, допустим, с электромобилем, там, Тесла, да, она сложнее, гораздо сложнее, она гораздо инновационнее. Ну, там что, ну, взяли известные моторы, известные обводы, каркас там, да, на известную раму, на известные колеса поставили, то оно поехало с известным аккумулятором. А здесь, извините, все новое, от формы, от аэродинамики, что очень важно, до каркаса, двигателей, остальных колес, которые отличаются от железнодорожных и так далее, система управления, сразу же надо система управления автоматическое делать. – Автоматизирование. Украинское безопасность, крошечные узлы, они совершенно тоже другие все. И накопители энергии другие, потому что традиционные накопитель мы не ставим сюда, да, и поэтому пришлось эту разрабатывать с нуля, с нуля. С нуля. Опять же, не имея поддержки, я повторяю, кроме наших инвесторов. Антон Иванович, мы это очень хорошо помним, потому что я и сотни, и на тот уже момент, наверное, тысячи сторонников того, чем вы занимаетесь, поверили в вашу технологию, в вашу идею, когда это все было на самом деле на картинках, на ваших чертежах и за плечами ваш опыт на тот момент в 35 лет вашего пути. И то, как сейчас за короткое время сделано больше, чем было задекларировано на момент 2014 года, это за меньшие деньги. Это неоспоримый факт, и я всегда провожу такие параллели. Ближайшая страна, которая к Беларуси находится, я знаю такой большой проект, который был реализован в автомобильной сфере, это автомобиль Аурус, на который потратили гораздо больше денег, гораздо больше времени, но по сути сделали что? Сделали тот же самый автомобиль, 4 колеса, который едет по асфальту, двигатель внутреннего сгорания и комфортные условия в перемещении, ну я имею в виду, что касается салона, но не больше. Вы сделали за, по сути, за 5 лет, потому что в Беларуси вы развиваетесь так с 16-го года, и сделали, по сути, новый вид транспорта. Мы с вами знаем автомобильный, железнодорожный, авиационный, морской, подводный, и появился новый струнный транспорт Юницкого. Это, по сути, действительно зарождение новой индустрии. Безусловно, и вот автомобиль взять, на самом деле здесь он больше 200 лет, еще не в 19-м, в 18-м веке были автомобили первые. Вообще, первая автомобильная авария в Америке была еще до рождения Форда. Первый, было, я не помню, какой город, было два автомобиля, они умудрились столкнуться. Это был какой-то 1800-60-й год, я уже не помню, но где-то так. Ну, достаточно давно. Так первый электромобиль был в середине 19-го века, первый, а не электромобиль Тесла. Но ведь мы тоже делаем электромобиль. Все говорят, это ж что-то непонятно. Да это электромобиль на самом деле, только у него стальные колеса, другая аэродинамика. Другой принцип. Да, но это электромобиль, потому что электрический привод. При этом, в отличие от электромобилей для асфальта, мы можем на аккумуляторах работать, а можем иметь контакт на сети. И можем работать еще от рельсов, поскольку на земле мы рельсы не можем потоком просто все закоротить на землю. А когда мы подняты, мы можем заизолировать друг друга от опор и от машины. И тогда у нас не нужна контактная сеть, а питание через рельсы. Этот принцип еще никто не реализовал, а у нас он реализован. Поэтому здесь инновация на инновация. И не надо думать, что я там все заранее проработал. Это невозможно детали. Я концепты прорабатывал. А уже детальная проработка, в каждой машине это тысячи деталей. Тысячи. И на каждую из них ее надо проработать, проработать, прочертить, взаимодействовать с другими деталями. Узлы, блоки и так далее сделать. И все это должно сработать. А не кучка деталей там на столе разложили. Нужно сработать. Это сложная работа. Так это уже делается командой. Я собрал эту команду. Это было непросто. Опять же с нуля фактически собрать команду. Под тысячу инженеров. И это опять же очень маленькая команда. Потому что более простые задачи решаются гораздо большим количеством инженеров. Поэтому здесь тоже я показал сверх возможности, как опять же в сжатые сроки. За малые деньги так много сделать. Он все в создании команды. На самом деле, Анатолий Эдуардович, это нас поражает и вдохновляет. И усиливает уверенность в том, что вы сможете реализовать полноценно тот проект, за который вы взялись. Который предложили для реализации. И вот в связи с этим я хотел бы задать вам такой вопрос. Мы сейчас находимся на таком этапе, когда осталось совсем немного. Ну и что касается... Как это? Я уже начинал. Цикл технологий 200, 300, 500 лет. Поэтому нет. Впереди вечность. Однозначно. Я имею в виду, что касается 15 этапов. Мы прошли уже практически все 14. Остался 15, но он основной. Основной по... Один из самых таких ключевых. По материалу емкости, по... Он основной по финансированию. По финансированию именно об этом. Мы его реализовали не потому, что не хотели и не могли. А не было денег. И сейчас на него нет денег. Потому что там надо осуществить самую сложную часть. Это трасса высокоскоростная, которая длина должна быть порядка 20 километров. Не меньше. Потому что половину пути надо разгоняться. Там чуть-чуть проехать, половину тормозить. И отрабатывать режимы все разгона, торможения и так далее. Естественно, если даже взять вот... Вот нужно трассу построить, да? А вот если взять аналогичную систему, там, поезд на магнитной подушке, или монорельс, или то, что уже есть, да? Или эстакада автомобильная. Вообще, чтобы 20 километров построить того, что есть, на этом вообще-то надо миллиард долларов. А мы говорим, нет, нам не надо столько, чтобы построить новую эстакаду. Принципиально новую. По ней пустить принципиально новый подвижный состав. Тебе будет принципиально новая система управления. Потому что управлять на скорости 500 километров в час и 100 километров в час – это разные задачи, да? Где совершенно другая аэродинамика и много чего другого. И поэтому мы не делаем это. Мы делаем, но только то, что можно сделать в кабинете, да? Там проектирование, разработка, расчеты. Продувки в трубе, резиновые места. Это мы делаем. Мы работаем, чтобы выйти в поле, значит, строить. Более того, вы саму машину создали, которая… Она есть, машина есть, да. Но она не может поехать по трассе, потому что трассы нет. А здесь, ну, на трассе там километра, ну, 50-60, когда он зовет, там, ну, 100. Дальше надо тормозить, иначе надо стезить с трассой. Анатолий Иванович, вот в связи с этим я и хотел задать вопрос. Вот ваше видение того, сколько может длиться 15-й этап потенциально, который не за горами, так скажем, и от чего зависит скорость реализации, полноценной реализации 15-го этапа и возможность закрытия, так скажем, входа в корневую компанию, ну, то, чем мы, по сути, занимаемся вот последние 7 лет. Ну, где-то 2 года, потому что все остальное – это вот фактически только настройка. Потому что все проектные решения есть, машина проработана. Причем мы показали один вариант машин, а есть и совершенно другие варианты, они тоже проработаны, да. Это не значит, что там опять все сводится к одной модели. Вот самолеты взять, сколько там моделей? Сотни-сотни, если не тысячи, да. И у нас то же самое, даже в перспективе направления, собственно, с чего я начинал, и первые картинки, вот в этих монографиях, там показана машина с толкающим винтом воздушным. Такой у нас вариант есть. И она хороша, эта машина, есть преимущество. Это фактически… Сейчас же тоже модно сделать электросамолет. Ну, как ты, интересно, провода с самолета протянешь, да? И катушка. Есть даже такие проекты, типа, рассматриваться с катушки, провод тянется за самолет. Там есть солнце, батареи, есть аккумуляторы, но это же надо тонны возить с собой, да? Конечно. При этом у самолета, он же держится за счет воздуха. И почему он держится в воздухе? Потому что за счет движения вперед при обтекании он отбрасывает воздух вниз, возникает сила, которая поддерживает, подъемная сила. Но он же отбрасывает воздух и уходит энергия. Причем колоссальная коррекция энергии. Это же все снижает эффективность, да? Конечно. Потому что самолет не может быть эффективным транспортом. Он самый затратный, да? В силу этих причин. Ну, это физика. А у нас-то не надо поддерживать наш самолет. Мы устойчиво едем. Крылья не нужны. Крылья не нужны, да? И воздух не должен держать, он просто должен обтечь и создать минимальное сопротивление. Ну, это самолет фактически. Там ординамка самолетная, скорость самолетная, да? Поэтому самый эффективный самолет у нас, электросамолет будет наш юни-лет. Высокоскоростной. Да, юни-лет. Анатолий Бердович, с чем связаны сейчас сложности в том, чтобы приступить к реализации? Первое, это мы понимаем финансирование, наличие финансирования. Основная сложность. А что касается локации? Локация, мы... Нам первый раз отказали, это было три года назад. Вот если бы нам не отказали, по надуманным причинам, там основной причиной, что птичек жалко, юни-бус уже с большей скоростью. Отказались здесь... Да, птичек много погибло. Ну и цены деревьев, породы деревьев будут вырублены, когда трасса наша пройдет по болоту. Ну какие-то уникальные, естественно, пальмы растут у нас тут или что-то, или что-то такое. Поэтому это были надуманные причины. Там причина в другом была, конечно. Нам отказали. Но мы сейчас начали вторую процедуру. Она уже практически почти завершена. Если нам не откажут выделить зелью, значит, локация будет в Белоруссии. Допускаете ли вы варианты? Если нам откажут, ну нет проблем. У нас есть несколько локаций в других странах. И одна из них и Эмираты. Но в Эмиратах тоже не так просто работают. Там все намного дороже. Вот если взять в Белоруссии, там же уровень жизни выше. Там стоимость материала, там всего выше. Поэтому если там делать, то боюсь, что нам не хватит денег тех, кто мы продекларировали в 15 этапе. Но есть еще другие локации, где, в принципе, приемлемы будут цены. И мы можем при получении земли и при наличии финансирования, ну, за два года эту работу реализовать. Реализовать, да. Но на самом деле реализация уже и сейчас идет. Уже же машина есть и так далее. То есть не обязательно надо ждать. Все думают, что надо обязательно дойти до конца, сертифицировать и так далее. Никто так бизнес не делает. Если взять, допустим, «Арбас», который решил сделать аэробус А380, так у них были только четежи, у них не было аэробусов. А Дубай у них уже купил несколько десятков самолетов. И самый крупный авиапарк А380 – это в Дубае. И те продали дешевле, потому что были еще в стадии четежи. Поэтому мы тоже работаем с заказчиками, они у нас есть, они готовы уже покупать все это. Но главное, вот, как бы, начать делать и показывать, что мы уже это делаем направление. Как только мы, вот, образно говоря, поставим первую опору, уже можно говорить, что мы начинаем проекты высокоскоростные. Почему? Потому что мы показали, что это мы же тоже не верили. Кстати, когда я приехал в Беларусь и вот нашел этот заброшенный танковый полигон, никому земля не нужна была. Писатель располкома говорит, ну, кому эта земля нужна там? Ну, что там, ямы, болото, пропахло порохом, там все равно ничего не растет. Берите. Я не верю, что у вас что-то будет работать. Ну, вы, ну, берите, ну, там что-то получится. Он не верил, что он поедет. И никто не верит, что он поедет. Ну, может, поехал. Не только поехал так, как я говорю. И не только поехал, если говорить конкретно о земле. Нет, и достижением тех параметров, о которых мы говорим. Я говорю. И поэтому высокоскоростное направление тоже проработано. И у нас есть доказательная база, что я умею, мы умеем правильно рассчитывать, правильно практики строить. Поэтому поверят тому, что так будет работать. И тогда мы будем реализовывать эти высокоскоростные проекты. Я вам хочу сказать, когда я впервые увидел вживую те подвижные составы, которые вы первые показали. Первый Unilus, первый Unibike. Они были абсолютно другими, не такими, как мы себе их представляли. И не такими, как они рисовались на картинке. Они были намного лучше. То есть, так скажем, вы удивили на тот момент впервые, что вы делаете лучше, чем декларируете, Анатолий Эдуардович. И это факт. Нет, но там еще и другое. Я не показываю все. Не надо неправильно все показывать, тем более, есть и конкуренция, есть и людей вещи. И, как говорят, есть поговорка, хочешь насмешить Бога, расскажи о своих планах. Поэтому планы-то мы говорим в общем, а деталей не надо. И поэтому высокоскоростная система будет не совсем та, которую вы себе представляете. Она будет лучше, гораздо лучше. Мы в этом не сомневаемся. Анатолий Эдуардович, из предыдущего вопроса, который мы обсуждали, правильно ли я делаю вывод, что капитализация и монетизация по сути технологии и инвестиции, которые привлечены сейчас в технологию, могут наступить и раньше, до момента, когда мы, так скажем, реализуем все 15 этапов. Допустим ли такой вариант? Нет, безусловно. И многие связывают IPO-IPO. Многие крупнейшие не выходят на IPO. Это не обязательно. Нет прямой связи. Это один из вариантов капитализации. На IPO выходит для того, чтобы привлечь деньги. Дополнительно. А зачем нам? Мы можем по-другому финансированный плюс, да? Поэтому капитализация фактически серьезно столкнет. Она и сейчас идет. Но она идет, так как говорится, в текущем режиме. Когда вот мы начнем строить конкретные трассы. Уже от стадии чертежей перейдем к строительству. я уверен, что в этом году мы уже первый трассы начнем строить. Поэтому вот эта вот капитализация уже серьезно начнет происходить в этом году. И вот Янон Маск показал, как он ракеты взрываются, там падают, а капитализация растет. А капитализация растет? Потому что зачастую, к сожалению большому, люди не видят то, что происходит, так скажем, у них, грубо выражаясь, под носом. И это их может восхищать, как на примере того, что ракеты запускаются и в то же самое время происходят неудачные попытки их запуска, но в то же самое время капитализация растет. Мягко сказано, она взрывается. Взрывается, да. А каждая стада 300 миллионов долларов, извини меня. А мы там чуть-чуть царапнули где-то, ай-яй, это живой, как, это все плохо, это же неправильно и так далее. Понимаете? Такие параллели нужны. Нужны, и на это нужно делать акцент. Да, и надо понимать, что бизнес, он несколько по-другому струн, чем те, кто не занимается бизнесом, ну, как они о нем думают. Хотя почему? Потому что бизнес уже стал больше, перешел к плоскости эмоций. Однозначно. Продают эмоции. И могут втюрить продукты, которые никому не нужны, ну, красиво обернут его и продадут. А вот хороший продукт без хорошей упаковки никто даже брать не будет. А к сожалению, вот то, что идет борьба с нами, конкурентами и так далее, тролли, это все, стопы, да, это же упаковка. И она же не очень хорошая. И вот имея такую упаковку, да там что-то шулики, да вы что там, как писала-то белорусская пресса, да они же с фанеры сделали эту машину, где же нас с фанеры? Поставили там этот, от кофемолки движок, ну, извините, ну, какая кофемолка, эта машина, ну, она как самолет, по словности. Но я хочу сказать, когда такая упаковка, очень тяжело продавать. Но мы сейчас и эту составляющую тоже изменили. И уже в интернете, посмотрите, уже совсем по-другому выглядят эти технологии, так? Только те брендирование нового, оно тоже на это влияет. Понимаешь? И тысячи свидетелей того, что это все работает, смогли уже неоднократно проехаться на ваших подвижных составах. И десятки тысяч людей, которые это все увидели вживую. И с этим можно спорить, можно не спорить, но это факт. Позже Юли Байк, он, наверное, бежал несколько десятков тысяч километров. Это же не высточный образец. Хотя он объездил потом весь мир. Он был, наверное, на Трансе в Берлине, был в Дубае. В этой машине сидел в шее Дубае с сыном, с наследним принцем. И делал селфи. Селфи делал на этой машине. Об этом писали с ним. На саммит мирового правительства это не какой-то там, это очень высокий уровень был, да? В Сингапуре она была и в ряде других странах. Поэтому эта машина еще объездила весь мир. Ее весь мир тоже видел. И многие известные люди сидели в ней и фотографировались. И даже мы имели честь в ней присесть. часть интервью взять и там качество какое-то высокое. одежка какая-то, там кожа, там шов-шов. Не хуже, чем в Мерседесе или там БМВ. Меня очень впечатлил салон высокоскоростного юнилета, который в Берлине был презентован. Действительно, ты сидишь как будто в С-классе. Даже кресло, наши кресло. Не только корпус там или двигатели. Полностью ваша вся разработка. Вся, конечно. Даже это. Каким вы видите развитие вашей компании через ближайшие пять и через ближайшие десять лет? Ну, прогнозы это... Сейчас такие в мире идут перемены, что может так случиться, что будущего вообще нет. У цивилизации все. Не то, что у нашей компании. Поэтому это прогнозы сложные на самом деле. Больше видения и вектор, который вы закладываете. Вектор, который я продвигаю, в том числе вынесение индустрии в космос, не надо делать деэндентрализацию, ничего страшного с таким карбоном, с углекислым газом, и еды, и воды, и ресурсов хватит на планете и т.д. То есть это делают определенные люди с определенными целями, которые не совпадают с нашими, но у нас другие цели. Поэтому если двигаться по тому вектору, который я, которым занимался уже, можно сказать, 50 лет, то через пять лет у нас, мы, я думаю, не компания, группа компаний, у нас капитализация должна быть не менее 500 миллиардов долларов. 500 миллиардов долларов. через 10 лет, ну, не меньше триллиона, если говорить капитализация, так. Мы в работе будут десятки, даже сотни проектов. У нас будет мощное производство по всем элементам. Сейчас же мы на одном производстве делаем элементы стакана, опор, подвижного сустава, стены управления, и так далее. А там уже будет специализированное производство. И мы уже подошли к этому. И у нас уже наработанные технологии и так далее, чтобы по производству, допустим, грузовых машин, отдельно производства, там, городских, пассажирских, отдельно, по системе управления там много, по энергетике у нас много наработок, по инфраструктуре. И поэтому то, что сейчас мы в одной компании, на первую проектную часть мы выделим в отдельную компанию. Это будет проектный институт. Проектный институт? Конечно, проектный институт. То, что наука у нас тоже, это тоже будет отдельное направление, где будут тоже свои компании. Поэтому это группа компаний, а не одна компания. И в этой группе, наверное, может быть, не меньше ста будет компания в разных странах, в разных регионах. Атолий Эдуардович, на самом деле перспектива рисуется в моем воображении, так скажем, в моей визуализации таким образом, что группа компаний струнного транспорта Девницкого может быть одной из самых капитализированных направлений компании на планете. Нет, смотрите, вот взять мобильный телефон, совсем недавно никто не верил, лет 30 назад. И даже были прогнозы, что для всего мира понадобятся 500 мобильников. Может быть, а может и не будет. Поэтому это не перспективно. Посмотрите, самый крупнейший бизнес. Здесь не меньше 5 триллионов долларов, если даже 10 триллионов сам бизнес. Не только производство, а сама связь, еще больше. Эксплуатация связи и так далее. Так и у нас. У нас же не просто будет проектирование строительства, дороги, инфраструктуру и так далее. Но если надо же это эксплуатировать, у нас задача, чтобы иметь и собственные дороги, которые будут в нашей собственности, которые мы эксплуатируем, получаем прибыль. И поэтому я же не зря в первом обращении сказал, что мы создаем самый большой бизнес за всю историю цивилизации. Да, бизнес за всю историю цивилизации. Больше, чем сделали Форд, Боинг, Сикорский, вместе взятые. Так оно и есть. Потому что это отрасль, которая даже не транспортная, а инфраструктурная отрасль. Транспорт – это часть, где будут линейные города, где могут жить миллиарды человек. Представьте, построить города, где могут жить миллиарды человек. Со всей инфраструктурой. Только правильной инфраструктурой. Сельхознаправлением, надо же кормить это все, Где будет гумус, где разводиться, да? Чтобы почву плодоносили нормально, а не уничтожались, да? Где будет своя энергетика, вот эта реликтовая, которая не только не убьет экологию, не уничтожит живое, а наоборот прирастит, да? И вот это все не уменьшит площадь земли, а увеличит. Потому что у нас на всей инфраструктуре сады растут. И поэтому построив здания, сооружения, мы увеличим площадь земли, а не уменьшаем. Причем она более подорожна. И вот это весь бизнес, ну, это даже сложно представить, какая это может быть цифра. Сотни триллионов долларов, если говорить о ниши, о рынке. Другое дело, какую часть мы займем, это естественно, туда много придет желающих, но какую-то часть мы все равно займем, значит, ну, исходя из вашего обращения, в 2014 году вы сказали, что не менее 50%. Да. Ну, как, допустим, Boeing. Сейчас он сдал позицию, то, что конкуренты за 100 лет, ну, поджимают, да. Как Ford начинал, мы когда Детройт, где это был центр, мировой центр автомобилистов, сейчас в руинах лежит, японцы обогнали. Ну, это 100 лет. Ушло, да. Поэтому, да, мы не прогнозируем 22 век, хватит 21, да, а в 21 веке, ну, это вполне реально, вполне. Антолий Владимирович, вот, исходя из таких перспектив, которые, на самом деле, более чем реальные, что бы вы пожелали всем сторонникам, которые уже поддержали технологию струнного транспорта и которые в перспективе еще с этим познакомятся и об этом узнают, какие бы вы озвучили пожелания для таких людей? терпения, в общем-то, в ожиданиях, потому что, да, я там сроки же называл, там, и 18-20 год, но кто знал, что столько будет форс-мажоров, кто знал, там, про это улик, сроки были более предполагаемыми, чем фактическими? Вообще, ни в одном бизнес-плане, ни в одном, никогда сроки не выполнены, и по деньгам, никогда, ни разу такого не было, это же прогноз, а жизнь носят серьезные поправки, поэтому, что поделаешь, и поэтому, естественно, многие, ну, как бы, уже сроки вышли, аж почему, где, где дивиденды, где там прибыль, и все круче, все это будет, все это будет, даже больше, чем вы ожидаете, и чем мы, да, и поэтому, главное, терпение, понимание, вот это, да, вы не потеряйте деньги, не потеряйте, вы примножите, очень серьезно примножите, и это отразится, вот, на жизни, причем в больших сторонах, детей, внуков, они будут жить в другом мире, более экологичном, более чистом, более безопасным, то есть, либо говоря, нашим технологам. Анатолий Эдуардович, мы уверены, что такое будущее будет с внедрением всех замыслов, которые вы сейчас уже реализуете. Мы со своей стороны вам хотим пожелать успешной реализации, тоже терпения, мудрости, настойчивости, и большого прогресса во всех ваших начинаниях. Благодарю вас за откровенную беседу, до новых встреч, обязательно увидимся.